Это лишь ничтожно малая часть однотипных комментариев, которые появляются на моем канале снова и снова и снова. Я уже говорил тебе, что такое безумие. Фаршут или фаршот уже стал настолько заурядной проблемой сетевой игры в тылу врага Шторм 2, что лично у меня уже даже нет никакого желания бомбить на эту тему или удивляться всякий раз, когда я увижу фаршут. А вижу я его в каждом бою, и я нисколько не утрирую. Просто иногда он менее заметен, а иногда он настолько палевный, что ты просто смотришь на него вот с таким лицом. Ну давайте постреляю по британцам. Так, лучше конечно сразу же... Уверяю, фаршут есть в любом бою. Ну или практически в любом, если вы играете с проверенными и адекватными игроками. Хотя даже в этом случае непроизвольные фаршуты все равно происходят, так что нет от них спасения. Фаршут стал неотъемлемой частью игры, а посему игрокам все же будет полезно знать, что же это такое, дабы оградить себя от этого грязного приема. Каким именно способом, меня уже мало волнует. Наверняка многие наоборот заинтересуются фаршутами, научатся и начнут их использовать вопреки здравому смыслу. Дело ваше. Хотите, чтобы вас чморили в каждом бою? Учитесь фаршутить. Если я вижу, что в бою какой-то игрок фаршутит, я с таким игроком больше не играю. Для меня он уже не существует. Как вы поняли, в данном видео я лишь расскажу, что такое фаршут и надеюсь, что меня перестанут об этом спрашивать. Подробно разбирать фаршут, какие есть виды, как вообще его сделать, и я не стану, ибо это чревато. Так что даже не думайте об этом спрашивать. В конце я расскажу, что думаю об этой катавасе. Приятного просмотра. Заранее прошу прощения за поверхностную информацию. Я знаю, что вы бы хотели узнать больше, увидеть больше, но, правда, нельзя. По объективным причинам, которые я уже частично озвучил. Но все-таки кое-что покажу, ибо, как показывает практика, лучше показать, чем рассказать. Что такое фаршут? Вот вам наглядный пример. Уж кто такой радист, я думаю, вы знаете. Этот скользкий тип стреляет своим сигнальным пистолетом для вызова арт-удара на 60 игровых метров. Это всегда создает определенные трудности, ведь для реализации его огневой мощи требуется рисковать и сокращать дистанцию. Не очень-то практично. Так вот, решить проблему с ограниченной дальностью как раз помогает фаршут, что в переводе с английского и означает дальний выстрел. С помощью багов и специальных махинаций, которых на самом деле довольно много, и, соответственно, вариантов фаршута тоже довольно много, радист стреляет на дистанцию выше фиксированной. То есть дальше 60 игровых метров. В моем случае все 120. И поверьте мне, это далеко не предел. Существуют способы, которые позволяют стрелять любым юнитам на любые расстояния, при этом даже не жертвуя точностью. Как насчет самого страшного юнита для фаршута? Саперный Черчилль. Фрагмент с ним на карте Амаха вначале вы уже видели. И уже представляете, что будет, если танк, единственный недостаток которого, смертельно-крошечная дальность выстрела, которая делает сапера неиграбельным юнитом, обретает сверхдальность. Да такую, что остальные, даже самые мощные танки, не дотянутся. Это уже безнравственно. Данный фрагмент открыто показывает ужас ситуации. Максимальная дальность сапера была искусственно увеличена с 80 до 160 игровых метров. Без комментариев. Некоторые приглушенные мне писали, что фаршут – это искусство, что для него нужен скилл. Никакого здесь скилла или ума не нужно. Самый болезненный фаршут делается в пару кликов. Итак, я плавно перешел к теме с защитников фаршутов. Звучит как защитников наркотиков и, кстати, имеет тот же смысл. Эта тема с ног на голову перевернута. Я часто вижу двух индивидов, которые спорят о правильности использования фаршута и при этом имеют разные представления о нем. Так и есть. Большинство тех, кто считает фаршут нормой, даже не знают, что такое настоящий и болезненный фаршут. Придется мне вносить уточнение во избежание недопонимания. В игре существуют и безобидные виды фаршутов. Не сказать, что я к ним хорошо отношусь, но допускаю их использование. Все зависит от меры и от злоупотребления. Вот вам пример безобидного фаршута. Максимальная дальность стрельбы ИСа 2 – 150 игровых метров бронебойным снарядом. Но предательский соблазнительный 4-й панзер стоит примерно на 5 метров дальше. ИС никак не может до него дотянуться. Однако можно прицелиться перед пазиком на доступное расстояние. Есть вероятность того, что из-за разброса снаряд улетит за прицел прямо в заветную цель. В данном фрагменте у меня это получилось с восьмого раза. Не шибко-то и ошеломляет. Или вот еще. Вражеский танк спрятался за забор на те же недоступные 155 метров. Что вам мешает уничтожить его в такой ситуации? Правильно. Ничего. Просто стреляете в забор и снаряд летит сквозь него прямо в цель. Такие приемы вы могли видеть даже в моих видео. И да, технически это тоже фаршот. Снаряд летит на дистанцию выше фиксированной. Какого тогда хрена я вам это показываю? А все потому, что с предыдущими фаршутами, где я стрелял саперным Черчиллем и радистом, у них нет ничего общего. Однако некоторые, мне бы даже сказал большинство, считают, что это и есть тот самый фаршут, который вызывает ботхерт у честных игроков. Но это далеко не так. Во-первых, шанс попадания от вас никак не зависит. Это чистая лотерея. А с навесными танками этот прием вообще практически не работает. К тому же, в случае стрельбы через забор у танка снижается бронепробитие, что также препятствует успешному поражению цели. И это объясняется логически. Но вот что самое главное. Стреляя таким образом, вы не используете слабости игры. Баги, которые появились из-за невнимательности разработчиков. Хотя в случае штурма, скорее всего, из-за тотального пахеризма разработчиков. Фаршут же в плохом понимании. Это не просто жалкая стрельба через забор на шару. Это вымеренное и умышленное использование бага в корыстных целях. Багаюз, который позволяет стрелять на дистанцию выше положенной, иногда многократно превосходящей фиксированную максимальную дальность. И зачастую без потери точности. Что я думаю о таких фаршутах? Это зло, отбивающее все желание играть. И нет в этом ничего нормального, потому как юниты, даже близко не предназначенные для дальнего боя, аннигилируют все живое, находясь в недосягаемости. Тот же саперный Черчилль, танк, который в реальности был предназначен для разрушения заграждений, с помощью фаршутов превращается в старкиллер, способный уничтожить все живое по ту сторону галактики. Хуже всего то, что ярые фаршутеры не знают границ собственной наглости. Стреляют не на 5 метров дальше, не на 10, а на все 100. Думаю, что все уже привыкли к случайному фаршуту огнеметом буквально на пару метров. Я считаю, в этом нет ничего страшного, просто потому что это пробел игры и контролировать это довольно сложно. Хотя лично я стараюсь, сами можете проверить. Во всех своих видео даже малейшего намека на фаршут не оставляю. Та еще роботенка, скажу я вам. Но когда фаршутят специально, злорадно, да еще при этом пытаются неоригинально троллить односложными предложениями со множеством скобочек в конце, это вызывает максимальное отвращение. Никому не желая сталкиваться с такими игроками, а если все же столкнулись, не ведитесь на глупые провокации. Не нужно фаршутить в ответ, это вас лучше не сделает, просто не играйте с ними. Выходите из боя, кикайте если вы хост, но не играйте, поберегите нервы. На этом все. Больше данную тему обсасывать не хочется, ибо сильно щекотливые и неизвестны последствия. Моя цель была именно рассказать и частично показать пример фаршута без тонкости его исполнения. Надеюсь, что с этой целью я справился, и вопросов, что такое фаршут, больше не будет. Сразу предупреждаю, если после этого видео польются комментарии, как сделать фаршут, я буду банить, потому что это уже перебор. Не нужно искать сомнительные методы достижения победы. Напоследок отвечу на вот этот бредовый комментарий. У нас не корейская война, у нас игра. Законов нет, но есть спортивный интерес и правила этики. Я всегда буду за взаимоуважение и честную игру. И я всегда буду тянуться именно к таким игрокам. Для вас же внизу целая площадка для обсуждения, обсуждайте в комментариях. Пишите, согласны ли со мной, ответил ли я наконец на ваши вопросы и все в этом духе. На связи был Флесс, удачи в грядущих боях, конец связи. Редактор субтитров А.Семкин